Наверное, многие с раздражением замечали, когда чей-то старый автомобиль стоит в вашем дворе годами на одном и том же месте. Он уже заржавел и начал рассыпаться, но никто его не забирает. Знакомая ситуация? Администрация Вери просит пятерых автовладельцев убрать свой автохлам с улиц города. Однако брошенных авто в столице Верхней Волжьи насчитывается десятки. В следующем сюжете мы расскажем, что делать, если вам мешает автохлам во дворе. Вот эти две машины, сильно пострадавшие в ДТП, с выбитыми стеклами и спущенными колесами, стоят на парковке одной из главных улиц Заволжского района Твери уже долгое время. Местных жителей нахождение их на таком видовом месте несколько не устраивает. И таких брошенных, старых и порой непригодных для эксплуатации машин. Ни одна и ни две в Заволжье. А если говорить в целом, то в городе их можно насчитать не один десяток. Например, в этом дворе в пролетарском районе Твери сразу три брошенные машины. Две из них грузовые, а одна легковая. Находится она возле общежития. Они явно все не на ходу. У них отсутствуют колеса, а в некоторых даже отсутствуют стекла. В законе отсутствует строгое определение автохлама. Однако есть ряд признаков, при которых авто могут признать таковым. Например, если на нем нет номеров или стекол, дверей или колес. А также если объективно видно, что автомобиль сильно пострадал в ДТП, и восстановить его невозможно. Жильцы дома, во дворе которого есть явно заброшенные авто, могут подать заявление в администрацию того района города, на территории которого обнаружено брошенное транспортное средство. Представители районной администрации организуют работу по комиссионному обследованию автомобиля, установлению собственника транспортного средства и его информированию о необходимости освободить территорию общего пользования. Оставляется уведомление о необходимости убрать непосредственно на транспортном средстве. Начинается процесс установления собственника. Если по данным МРЭО ГИБДД собственник установлен, ему направляется заказной почтовой корреспонденцией такое уведомление. Если по каким-либо причинам такой информации МРЭО ГИБДД не располагает, это официально публикуется на сайте администрации города. И переходим мы в режим ожидания. В 30 дней мы должны подождать. Но на этом работа не останавливается. В течение первых 10 дней администрация района сразу обращается в городскую комиссию по эвакуации транспортного средства, который начинает процедуру рассмотрения этого вопроса. Как показывает практика, собственник брошенного автохлама устанавливается всегда, отмечает Роман Земцев. Если комиссия принимает такое решение, а мы должны понимать, что эвакуация в данной ситуации осуществляется за счет средств бюджета города, то есть за счет средств нас с вами как налогоплательщиков, эти средства впоследствии будут взысканы собственника транспортного средства. То есть последний, кто у нас по данным ГИБДД в учетной карточке вписан, с того и будет спрос. Ну или с наследников, потому что долги у нас тоже наследуются. Две машины найдены представителями муниципальной власти в Московском районе. Это Черный ВАЗ без номеров на Волоколамском проспекте и ВАЗ на проспекте Победы. Еще три машины нелегально прописались в Заволжье. Этот автохлам необходимо убрать с улиц города, как положено по закону, в течение 30 дней. В противном случае они будут эвакуированы администрацией в принудительном порядке, а расходы будут взысканы собственника транспортного средства в установленном законном порядке.